Прежнему привлекает внимание мужчин, однако признается, что встретить достойного избранника с годами становится все труднее. А ведь Татьяна Веденеева дважды пыталась создать крепкую семью. Мама уроженки Сталинграда, Татьяны Веденеевой, надеялась, что дочка станет врачом. Однако еще в средних классах девочка настроилась на поступление в театральный вуз. Близкие предлагали девушке попробоваться в Саратовский институт, но та не искала легких путей и выбрала целью ГИДИС. Удивив приемную комиссию сказкой Андерсона «Гадкий утенок», абитуриентка добилась своего, а уже на первом курсе засветилась на экране в картине много шума из ничего. В молодости Татьяна могла много сниматься, если бы имела московскую прописку. Вот только провинциалка не понимала, как другие выходят замуж фиктивно и верила, что режиссеры все равно будут звать ее на площадку. Не тут-то было. Постановщики честно отвечали, что с удовольствием взяли бы девушку в кино, но существуют определенные правила. Тогда-то Веденееву и спас кастинг на телевидение. В середине 70-х диктора отправили в командировку во Францию, где местные представители попросили задержаться на пару дней. Вернувшись из Парижа, девушка столкнулась с завистью и ожесточением коллег. Но, к счастью, на встрече с правительством за Татьяну вступился сам Брежнев. Веденеева представляла советское телевидение за рубежом. Вела спокойной ночи малыши. Получала пачки писем от благодарных зрителей. Казалось, дома тетю Таню должен ждать верный и заботливый муж. Но так ли вышло на самом деле? В период съемок в картине «Много шума из ничего» Татьяна влюбилась в Константина Райкина. Мне в нем нравилось все. И его кривой нос, и его юмор, его темперамент и талант. Но я ему не импонировала совершенно. Он меня не замечал. Позднее появились слухи, что именно к Веденеевой режиссер ушел от супруги Алла Гэс Салаховой. Однако сама ведущая уверяла, никакого романа быть не могло. Ведь Константин в период съемок был увлечен артисткой кардебалета Аллой. Шанс на счастье появился у Веденеевой после встречи с художником-реставратором Валерием Шапошниковым. 22-летнюю девушку не смутило, что кавалер на 13 лет старше. Влюбленные поженились, но не спешили с рождением детей. Ведь Татьяна была увлечена карьерой. Но Валерий не торопил ее, так как уже воспитывал дочь от первого брака. Когда сама ведущая задумывалась о материнстве, в семье появился сын Дима. Брак подточил целый ряд обстоятельств. Валерий любил богемный образ жизни, что сопровождалось алкогольными возлияниями, а кризис перестройки и проблемы в работе усугубили зависимость. К тому же художник критически оценивал командировки Татьяны, в то время как сам не мог взять на себя роль добытчика в семье. Порой он был деспотичен, категорически запрещал мне, к примеру, ездить в Кавказские республики. Говорил, что я блондинка и мне там делать нечего. Я уехала на год на работу в Японию, а когда вернулась, то муж ушел в себя. Стал выпивать. Художники никому не были нужны. Я пыталась вытащить его, но это было нелегко. Валера был с нашим ребенком, пока я работала за двоих, но он не мог реставрировать без бутылки коньяка. Это было главное, из-за чего мы расстались, признавалась Веденеева. Когда Татьяна работала корреспондентом утреннего шоу, то брала интервью у людей различных профессий. И однажды беседовала с работающим в нефтяной отрасли Юрием Пегаловым. В тот период ведущая еще не развелась, да и бизнесмен был женат, хотя его брак переживал кризис. В любом случае, после сюжета, журналистка надолго рассталась с предпринимателем, а встретилась вновь, когда понадобилось найти спонсоров для одного фестиваля. Во время мероприятия Татьяна получила в подарок путевку на Канары, куда отправились и другие представители телекомпании. Пегалов вел себя деликатно, не стремился приударить за журналисткой, а по возвращению в Москву лишь позвал ее на кофе. В течение года они общались, пока однажды ведущая не услышала от приятеля признания в любви. Веденеева ответила бизнесмену взаимностью, и влюбленные съехались. Спустя пару лет они поженились, хотя в ЗАГСе даже не были. Документы оформил помощник предпринимателя. Не сразу, но Веденеевой удалось повадить с дочками бегалова от первого брака. Для абсолютного счастья паре не хватало лишь общего наследника, поэтому новость о беременности журналистки Юрий принял с восторгом. К сожалению, когда супруги поехали на рыбалку, с Татьяной произошел несчастный случай. Лодка все время отплывала от берега, и Веденеева подала мужу руку, стоя на горке, пытаясь помочь ему выбраться. Когда я стала спускаться, у меня возникло ощущение, будто меня кто-то подтолкнул. Наверное, это была судьба. Мои кроссовки стали скользить по мелким камушкам, и я упала с головой в воду. Ребенок не родился. Я долго плакала. Юра меня успокаивал, говорил, что все еще впереди, но больше я не забеременела. Выкидыш не оказал негативного влияния на семью, даже наоборот. Юрий трепетно заботился о супруге, пережившей трагедию. Однако шли годы. Влюбленные незаметно отдалялись друг от друга. Бегалов все чаще задерживался на работе, а однажды Татьяна буквально поймала мужа на измене. Среди его бумаг ведущая обнаружила документы на аренду дорогой квартиры и ремонт иномарки, которой у семьи не было. Веденеева задала супругу пару простых вопросов, на что получила агрессивную реакцию. Бизнесмен возмущался, что жена полезла в его дела. Бегалов отметил, что оплачивал недвижимость другу, однако информация не подтвердилась. В итоге знакомые признались, что у Юрия любовница, и об этом в курсе все, кроме Татьяны. Журналистка отреагировала максимально сдержанно, предложив мужу разъехаться. Еще три года супруги не подавали на развод. Продолжали общаться на темы общего бизнеса. Любовница Юры вскоре забеременела. Я знала об этом и понимала, что муж очень хочет ребенка. Я посчитала, что ему надо идти к женщине, которая ждет от него малыша. У них родился мальчик. Юра был очень счастлив. После развода Татьяне досталось жилье на Лазурном берегу. Хотя поселиться она предпочла в коттедже в Подмосковье. Затем была масса приглашений в различные телепрограммы в качестве гостя. Каждое появление Веденеевой по-прежнему вызывает восторг поклонников. Ведущая выглядит стильной, подтянутой и маложавой. Теледива не скрывает, что прибегает к услугам пластических хирургов для избавления от морщин. Кроме того, одинокая артистка себя не считает. Одиночество, когда у тебя действительно никого нет. Ни родственников, ни друзей, ни возлюбленных. А у нас одинокими почему-то считаются люди, не имеющие жены или мужа. Но какое же это одиночество? Такой человек не одинок. Просто у него нет пары. Резюмировала звезда. Подпишись на канал и жми на колокольчик. Ведь мы приготовили много интересного для тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин